МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. У природы нет плохой погоды. Ждать ли тепла в мае? Об обороне Брестской крепости семиклассники познакомились с героическими страницами истории нашей страны. Далее расскажем обо всем подробно. Развитие туристической инфраструктуры в Нижегородской области поддержат список проектов, которые получат поддержку корпорации Туризм.РФ, сформируют к сентябрю. Нижегородская область в 2021 году вошла в число пилотных регионов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который был сформирован Ростуризмом. Все объекты, строительство которых ведется в рамках нацпроекта, относятся к туристической инфраструктуре кластера Арзамас Дивеева-Саров. «Юг Нижегородской области – центр притяжения туристов и паломников со всей России. Вскоре здесь пройдет федеральная трасса М-12, и мы должны подготовить транспортную инфраструктуру и общественное пространство к увеличению туристического потока», отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По словам генерального директора корпорации Туризм.РФ Сергея Суханова, большое количество туристов регион получит после 2024 года, но всю инфраструктуру необходимо готовить уже сейчас. Реализация проектов по строительству гостиниц с участием корпорации позволит привлечь как дополнительные внебюджетные источники финансирования, так и федеральные средства для создания обеспечивающей инфраструктуры. После небольшого потепления в минувшие выходные в Нижегородскую область снова возвращаются похолодания и дожди. В среднем дневная температура воздуха на этой неделе будет держаться на отметке 10-12 градусов тепла. Холодно будет и в квартирах. Возвращать тепло в дома в Сарове технически сложно. Мерзно, особенно ребенку, мне приходится одевать его и в штаны, и в носки, и в кухту, и класть с собой, хотя ребенку уже 6-5 лет. Очень холодно. Рано отключили отопление, я не знаю, почему. Конечно, некомфортно дома сейчас, но у меня, так как у меня детей нет, у меня внуков, как говорится, нас это устраивает нормально. Сплю под ватным одеялом, плюс еще одно, не ватное, только так. У меня колорифер стоит, так тепло. Ну так, в принципе, холодно было, да, мерзли. Даже два одеяла достали. Отопительный сезон в Сарове завершился 4 мая. Почти в этот же день в регион пришли похолодания и дожди. В администрации рассказали, что возобновлять подачу тепла не планируют, так как процесс технически сложный. Такая ситуация везде в Нижегородской области. В Розамасе, Дзижинске и Нижнем Новгороде тепло вернули, но только в те дома, которые подключены к котельням. У нас же везде ТЭЦ, и основное оборудование, котлы и турбины, отключили и вывели в ремонт. Тепло вернули только в детские сады, так как у них существует альтернативный способ подачи отопления через систему горячего водоснабжения. В жилые дома возобновление подачи тепла займет продолжительное время. И к тому моменту солнечная теплая погода вернется в регион. Но не на этой неделе. В понедельник в Нижегородской области вернулись дожди и похолодания. В ближайшие несколько дней температура опустится на несколько градусов. Синоптики обещают, что днем будет до плюс 10, ночью плюс 2, плюс 4. На следующей неделе будет немного теплее. Синоптики Гесметио обещают плюс 14 в начале недели и плюс 18 в конце. Ночью плюс 5, плюс 8. Летний прогноз, составленный гидрометцентром России, носит фоновый характер и будет корректироваться краткосрочными прогнозами. Средняя температура, по прогнозам синоптиков, составит от 20 до 25 градусов. Осадки в пределах нормы обещают и сильные ливни с градом. Что касается 30 градусов, они обязательно будут. Лето вполне приемлемое для наших широт, хорошее. Отдохнуть можно будет. Но нужно отметить, что чаще всего захолаживание с северных широт приходит в наши районы именно в начале лета и во вторую половину августа. Главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что в этом году в европейской части России ожидается теплое лето без экстремальных температурных отклонений. В июне не будет ни экстремальной жары, ни экстремального холода. Среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. Стартовал прием заявок на конкурс «Серафимовский врач-2022». Участие в нем могут принять врачи, средний, младший медицинский персонал и другие работники сферы здравоохранения. Заявки принимают по 15 сентября на сайте конкурсы.серафим.рф. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове отметят 100 летие пионерии. Основные события намечены на 18 и 19 мая. Торжественная линейка, на которой наградят лучшие дружины и самых активных ребят, пройдет 18 мая в 9 часов около здания городской администрации. А в 15 часов во Дворце детского творчества будут чествовать ветеранов пионерского движения. Для вновь вступивших в ряды Союза «Сияющие звезды» планирует праздник «Первый рассвет». Он начнется в 6 часов утра 19 мая на лыжной базе. В тот же день с 15 до 17 часов пионеров-новичков ждут в парке культуры и отдыха имени Зернова. В Сарове завершился городской этап всероссийского турнира по футболу «Кожный мяч-2022». За победу боролись 19 команд в трех возрастных категориях. В группе 2011-12 и 2007-08 в годах рождения победу одержали воспитанники спортивной школы «Икар». Среди ребят 2009-2010 годов рождения лучшими оказались футболисты из Лисы, центра внешкольной работы. Победители будут представлять Саров на зональном этапе кожного мяча. Соревнования начинаются на этой неделе. Этим летом перед родителями школьников стоит большой выбор. На полную мощность заработают загородные лагеря. За часть из них еще можно вернуть кэшбэк. Будут проходить спортивные сборы, откроются пришкольные лагеря. По вечерам можно будет ходить на площадке дворовой практики. Также впервые в этом году на базе некоторых учреждений Департамента по делам молодежи и спорта откроются краткосрочные образовательные программы. Несколько краткосрочных образовательных программ этим летом проведет молодежный центр. Пока записаться можно на два направления. С 23 мая по 1 июля будет проходить программа «Лави волну» для желающих научиться плавать или усовершенствовать технику. Предназначена она для детей от 9 до 18 лет. Три раза в неделю будут проводиться занятия длительностью 2 часа. В это время дети будут учиться дышать под водой, ознакомиться с водой, выполнять разнообразные дыхательные упражнения, изучать технику плавания кроль на груди, кроль на спине, правильно пользоваться плавательной доской и так далее. Тем, кто уверенно плавает, тренер даст подходящие их уровни упражнения. Еще одна программа стартует 6 июня, завершится 21 июня. Физкульт-медиа. Она ориентирована на подростков от 12 до 18 лет, любящих творчество и общение. Ребят ждет разноплановая деятельность. Это и оздоровление, и отдых, и, конечно же, творчество. Ребята будут учиться снимать видеоролики, монтировать их самостоятельно, плавать в бассейне, играть в настольные игры. Ну, в общем, такой будет активный досуг. Созданные видеоролики ребята представят на Дне молодежи 25 июня. Летние программы не замена лагерям, питание не предусмотрено. Занятие бесплатное. Зарегистрировать своего ребенка можно на сайте Навигатор 52, либо в 218 кабинете молодежного центра. Подробности по телефону 99-118. Количество мест ограничено. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. 12 шоколадок и банку красной икры открыто похитил из магазина на Московской молодой саровчанин. Вора сразу же задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Три случая мошенничества зарегистрировали в Саровской полиции на прошлой неделе. В первом случае саровчанка перевела неизвестным 420 тысяч рублей. Схема стара как мир. Мошенник позвонил и сказал, что со счета женщины происходит несанкционированное списание денег. Необходимо их обналичить и перевести на надежный счет. Женщина так и сделала. Свои 420 тысяч она больше не увидела. Еще одной саровчанки выманили 11 тысяч. Выяснилось, что гражданка С разместила на интернет-сайте Авито объявление о продаже детской коляски за 11 тысяч рублей. 12 мая неустановлено, находясь в неустановленном следствии мести с целью хищения денежных средств путем обмана. Через сеть интернет по телефону связалась с гражданкой С через интернет-месседжер WhatsApp и сообщила, что желает приобрести данную коляску. Неизвестный отправил женщину гиперссылку и написал, что надо перейти по ней и ввести свои данные, чтобы получить деньги. Саровчанка так и сделала. С карты списались 11 тысяч. Похожим способом обманули еще одну саровчанку. Она хотела воспользоваться сервисом для поиска попутчиков и внести предоплату. Также перешла по ссылке, ввела данные карты и лишилась 49 тысяч. Во всех случаях возбуждены уголовные дела. Неспокойной была и неделя для сотрудников полиции. Водитель автомашины Рено на пешеходном переходе совершил наезд на женщину. Пострадавшая оказалась гражданка Р 1978 года рождения. Диагноз – стрессирование головного мозга. От госпитализации отказалась. Еще одно ДТП с пешеходом произошло 12 мая в 11-й школе. 13-летний мальчик переходил дорогу, на него наехал неизвестный и скрылся с места происшествия. У ребенка диагностировали ушибы и ссадины. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Семиклассники Сарова открыли для себя страницы истории Брестской крепости. На очередной встрече в рамках проекта «Читаем слух» Дворца детского творчества ребята зачитали отрывки из книги Сергея Смирнова. Школьники узнали о страшных боях в июне-июле 1941 года и почтили память погибших. От взрывов в глубоких подвалах, где открывались бойцы, трескались бетонные полы и у людей от сотрясения воздуха ушла кровь. История обороны Брестской крепости – это история героизма обычных людей, история подвига. Мир узнал о нем благодаря писателю Сергею Смирнову. Он возвратил в стране имена погибших героев. Многим семьям помог узнать о последних днях жизни отцов, братьев, сыновей. На исследование ушло 10 лет жизни. Его итог – историко-документальная повесть «Брестская крепость». Когда я училась в школе в Советском Союзе, мы все знали наизусть название городов-героев, знали, за что эти города получили свое знание. И, конечно, все знали о подвиге Брестской крепости. Кто-то был в Белоруссии, в Брестской крепости. Я там была и в Хатыни, и в крепости. Хатыни – это деревня, одна из сожженных деревень Белоруссии. Итак, на минуточку, каждый четвертый житель Белоруссии погиб в Великой Отечественной войне. Первое издание книги Сергея Смирнова «Брестская крепость» вышло в 1957 году, и в советское время она была почти бестселлером. Наряду с такими произведениями, как «Живые» и «Мертвые», «Щитый меч», «Вечный зов». Однако с годами память о великом подвиге начала тускнеть. Повесть не входит в школьную программу, поэтому, по мнению Светланы Михайлова-Листром, мало кто из молодого поколения знаком с историей Бреста. Но последнее в сезоне встречи «Читаем слух» должна это исправить. Ребята слушали отрывки вдумчиво, открыли для себя некоторые факты о стражных боях в июне-июле 41-го года. Узнали фамилии погибших героев-пограничников и попытались понять, в чем была секретная сила Красной Армии. Время, чтобы помощник приходил, и становилось ясно, что обстановка на фронте сложилась, пока что не было приятно для наших войск. В следующем году проект «Читаем слух» продолжится. Диджитал-контент в детской библиотеке. Библиотека имени Пушкина уже несколько лет успешно осваивает виртуальное пространство. Библиотекари общаются со своими читателями не только вживую. Они рассказывают о книгах и с помощью самых современных технологий. Своими наработками соровчане делятся с коллегами из других городов. В канун Нового года детская библиотека имени Пушкина выложила в свою группу ВКонтакте игровой видеоролик. В нем сотрудники библиотеки раскладывали носочки героя Патерианы Добби в книге на абонементе. После этого юные читатели стали активно искать такие сюрпризы между страниц произведений, а счастливчики оставляли подарок себе. Такой формат, во-первых, говорит о том, что можно при помощи подобного контента привлечь в библиотеку, а во-вторых, мне кажется, что он доказывает, что здесь не обязательно работать в ТикТок. Здесь работает именно формат ролика – короткого, вертикального. Также Пушкинка реализует творческий проект со школой номер 10. Под руководством педагогов и библиотекарей дети сами пробуют создавать подкасты по биографии или произведениям писателя. Со своим опытом освоения цифрового пространства и социальных сетей Пушкинка поделилась с коллегами на семинаре «Роль методиста в библиотечном обслуживании детей». В Российской государственной детской библиотеке проходил всероссийский семинар для специалистов детских библиотек. И по приглашению главной детской библиотеки нашей страны наша библиотека представила часовой мастер-класс под названием «Диджитал контент» для детской аудитории «Идеи, проблемы, перспективы». Специалисты из всех регионов России познакомились с опытом работы саровских детских библиотекарей на платформе ТикТок. Узнали об их идеях и находках, которые помогают в введении библиотечного экспертного аккаунта. Через несколько дней после выступления в Москве Ксении Якунчиковой поступило предложение прочитать еще и цикл лекций в рамках курсов повышения квалификации для специалистов детских библиотек. Для нас это безумно приятно, потому что мы не только заявляем о себе, мы не только делимся опытом со всей страной, потому что слушателями этих курсов являются библиотекари, методисты со всей страны, но и мы позиционируем себя, свою библиотеку в диджитал-среде. 18 мая детская библиотека имени Пушкина выступит сразу в двух местах – во Всероссийском библиотечном конгрессе в Нижнем Новгороде и на вебинаре Саратовской детской библиотеки. Презентация пройдет на платформе Zoom. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин